МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Марка Матвеевича Бравона состоялось торжественное собрание по случаю 73-й годовщины Великой Победы. Накануне героической даты руководство и коллектив муздрамы чествовали заслуженного артиста, старейшего актера театра, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Ивановича Бондаренко, а также детей войны, среди которых заслуженный артист Василий Николаевич Гладнев и другие. Председатель первичной организации профсоюза работников театра Владимир Быковский заверил собравшихся в том, что будущее поколение, восславляя подвиг героев, отстоявших победу, не позволят переписать историю на новый лад. В честь праздника были вручены подарки от театра, от Союза театральных деятелей ДНР, профсоюзного комитета, а также именные открытки и цветы. В Донецком Республиканском художественном музее открылась выставка музейной коллекции Государственного музея-заповедника Сергея Александровича Есенина «Рязанская область. На земле мне близкой и любимой». Выставку дополняют фотографии поэта разных лет, начиная с 1909 года, когда была сделана первая известная ныне фотография Есенина и заканчивая 1925 годом. Особое внимание привлекают издания Сергея Есенина, в их числе персидские мотивы, избранные стихи Пугачев. Рядом с книгами представлены рукописи произведений Сергея Есенина, которые посвящены родному краю. Есенин не раз говорил, что для поэта нет ничего дороже родины, поэтому любовь к ней и к родному народу всегда была основой его творчества. Знакомство с выставкой позволит каждому, кому дорого поэтическое наследие Есенина, словно на машине времени, перенестись почти на 100 лет назад и почувствовать атмосферу того времени. В честь Дня Победы в Донецкой государственной академической филармонии состоялась программа на всю оставшуюся жизнь. Самый главный, самый важный праздник для нас – День Победы. Сегодня эта программа посвящается всем нам, всем тем, кто вернулся с фронта и кто не вернулся. Она посвящается всем нам, потомки победителей. Не должны забывать подвиг своих предков. Это праздник на всю оставшуюся жизнь. Наша программа на всю оставшуюся жизнь существует уже, наверное, лет пять. И, на мой взгляд, это самая востребованная программа, потому что ни один май не обошелся без нее. И в стенах филармонии, и в городе, и на площади, и так далее. Мне кажется, что это самый актуальный, самый важный праздник. И, видимо, программа имеет такую жизнь долгую, потому что этот праздник, в общем-то, всегда сопровождает нас, и для нас имеет огромное значение. Надо сказать, что программа наша решена в виде спектакля. Там нет объявок, там чередуются музыкальные номера и стихотворные фразы, стихи, посвященные войне. Продолжение следует... И песни, которые написаны уже после этой победы, которые воспевают доблесть и любовь к родине. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В исполнении концертного ансамбля «Ричеркар» под руководством заслуженного деятеля искусств Донецкой Народной Республики Валерии Путри прозвучали всеми любимые песни довоенных лет, военного времени и песни Великой Победы. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Весь коллектив, все люди, которые сегодня участвуют в концерте, и вообще коллектив филармонии, всегда с большим энтузиазмом относятся к таким программам. И не только энтузиазмом, а такой настоящей любовью, настоящим отношением. Прекрасно, что наш концерт проходит свободный вход, бесплатный концерт. Это очень важно. Мы пригласили всех, кого знали, и руководство наше в этом участвовало. Это прекрасно. Потому что эти люди, они достойны и достойны памяти того времени. И я думаю, что такие программы, безусловно, должны быть доступны. Прежде всего для ветеранов их осталось немного. И, конечно, к ним отношения должны быть очень трепетные, повнимательные. Особенностью концерта стало участие в программе хора любителей пения, организованного филармонией в октябре прошлого года. Этот коллектив объединяет представителей разных профессий, любящих музыку. Это такая гордость наша. Коллектив, который был создан в прошлом году. И вот в марте состоялись их дебютные выступления в Малом зале филармонии. И сегодня первый выход на большую сцену Донецкой филармонии. Для многих из них это событие. А учитывая то, что День Великой Победы – это такой, знаете, семейный праздник для большинства семей дончан, то, я думаю, для них вот этот трепет и такое ощущение необычайности и уникальности этого события, этого действия увеличивается многократно. Мы благодарим концертный ансамбль «Черкар» и его руководителя Кутрию Валерию Евгеньевну, что предоставили нам такую возможность. Участие – это для нас очень важно. И одна из мотиваций поступления в хор у участников было участие в культурной жизни республики. И, конечно, их мечта сбывается. Пока звучат эти легендарные песни о том времени и людях, отдавших свои жизни во имя мира на земле, общечеловеческом подвиге в годы войны. Память жива. Память жива. АПЛОДИСМЕНТЫ Прежде всего, конечно, это память. А те, кто ушел, у каждого есть дед или прадед, с которым забрала эта война. Конечно, это дань уважения живущим ветеранам. Я хотела бы выразить им это очень глубоко и тепло. Пожелать им, чтобы в этот день они были не одиноки, самое главное, чтобы с ними были их семья, дети, внуки, чтобы они ощущали тепло и благодарность нашу. Концертный ансамбль «Ричеркар» и все участники концерта на всю оставшуюся жизнь поздравляют граждан Донецкой Народной Республики с великим праздником Победы 9 мая. Мы желаем всем, в том числе ветеранам, здоровья, взаимопонимания и обязательно дожить до Победы. Спасибо вам. Коллектив Донецкой государственной академической филармонии поздравляет всех дончан, всю Донецкую Народную Республику со святым для нас праздником, днем Великой Победы. Наши деды и прадеды добывали ее, жертвуя собой, жертвуя своим здоровьем и не зная, что ждет нас впереди, но не отвоевывали свою родную землю от врага, чтобы передать ее своим потопкам. И мы должны гордо и славно защищать их память и честь. С праздником, дорогие друзья, здоровья, благополучия и мира. В музыке и песнях звучит связь поколений. Это нужно не мертвым, это нужно живым, чтобы помнили. Память жива в событиях, судьбах и песнях, но мир такой хрупкий, все неразрывно связано и непостижимым образом повторяется. Нам всем нужна одна победа, и мы за ценой не постоим. В художественном музее «Арт Донбасс» состоялось торжественное вручение свидетельств об окончании курса экспериментальной студии юного экскурсовода. Сегодня для нас очень такое и трепетное, и волнительное событие. Мы выпускаем первых деток, первых наших студийцев экспериментальной студии юного экскурсовода. Впервые художественный музей «Арт Донбасс» открыл экспериментальную студию юного экскурсовода ровно 7 месяцев назад. В течение этого времени донецкие школьники в возрасте от 9 до 15 лет познавали культурологические основы. И сегодня мы имеем уже первых выпускников нового образовательного проекта. Наши занятия начались 7 октября 2017 года, и вот за 7 месяцев каждую субботу ребята приходили, чтобы освоить азы музееведения, экскурсоведения, научиться правильно говорить, узнать побольше об истории искусств. И вот те, кто дошел до финала, мы сегодня 11 нашим деткам вручаем сертификаты. Занятия проводились ведущими специалистами в области искусства и культуры. В программе обучения были включены лекции, встречи с художниками и фотографами, посещение творческих мастерских, музеев города и республики. Надеемся, что то, что они здесь почерпнули, то, чему научились в дальнейшем, поможет им вообще в жизни. Кто-то, может быть, изберет такую же профессию и будет работать в сфере культуры и искусства. Но даже если и не случится этого, я думаю, что год, проведенный учебный год в стенах Ордонбасса, а мы посетили очень много и других учреждений культуры, и домработников культуры, и театр кукол, и филармонию, и краеведческий музей, и его филиал, музей Великой Отечественной войны, узнали очень много об экспозициях, экспонатах. Думаю, что это очень много. В дальнейшем вообще поможет им в жизни определить, что же является ценностью. В процессе обучения юные экскурсоводы получили профессиональные навыки, а также умение проводить готовые экскурсии по различным экспозициям. И самое главное, научились ярко и интересно подавать материал зрителю. Нас учили о очень многом, нас по-разному учили, нас водили в разные музеи, по разным местам, и это было очень интересно. О пейзажах, о фотографиях, нам рассказывали о натюрмортах, нам проводили очень интересные лекции. Ну, хочу начать работать в Арт-Донбассе. Ну, нас научили правильно вести экскурсию, как правильно расставлять план, по какой системе водить зрителей картинам, и как правильно выбирать тему для экскурсии. Больше всего мне понравилось, когда мы разговаривали с художниками, или ходили по другим музеям и узнавали что-то новое. КОНЕЦ Я, честно вам скажу, позавидовала этим детям. Почему? Потому что им достались прекрасные наставники. Я очень благодарна родителям, потому что они отдали своих детей в очень надёжные, хорошие, заботливые руки. И мне бы очень хотелось, чтобы наши дети, с которыми я познакомилась, чтобы они продолжили свой путь в прекрасный мир. Потому что то, что делает Арт-Галерея для этих маленьких детей, это великое-великое дело. Потому что они начали свой жизненный путь с шагов в прекрасную. И я приглашаю всех жителей нашей республики, чтобы они приходили в Арт-Галерию и смотрели эту красоту. А маленькие наши экскурсоводы рассказывали нам о мостах, о картинах, на которых изображены мосты. И Донецкие, и Санкт-Петербургские, и Московские. И вот мне бы очень хотелось, чтобы вот этот мост судьбы, который они создавали вместе с работниками Арт-Галереи, у них получился воздушным, надёжным. И чтобы они поднимались по этому мосту очень-очень высоко. Если вы желаете прививать вашим детям интерес к искусству и развивать понимание прекрасного, экспериментальная студия юного экскурсовода в художественном музее Арт-Донбасс ждёт вас. Сегодня в гостях программы «Арт-Коктейль». Артист Донецкой мус-драмы Павел Бодров. Может быть, это ещё в школе зародилось. Ну, я так подозреваю. Как-то я особо не сопоставлял эти факты. Театр и какие-то актёрские данные. Ну, об этом не задумываешься. Просто живёшь, да, и в юности участвуешь в каких-то кружках художественной самодеятельности. Ну, в школе это проявлялось как. Так, это были КВНы, но это всё были такие пробы пера, жутко вспоминать. Ну, как бы, ну, всегда бы всё было весело. Потом это был какой-то ещё хор пионерский. Мы там на каком-то конкурсе, в каком-то конкурсе принимали участие. Даже какое-то место занимали. Я помню, песенку на французском языке пели. А потом, когда я закончил техникум, всё-таки моя душа не давала мне покоя. Ну, я пошёл работать по специальности. Я закончил северно-деринский химико-механический техникум. По специальности электрик монтажа и оборудования предприятий. Я поработал на заводе. Но всё, что-то как-то было не то. И куда-то меня всё время стремило. Я там ту музыкальную группу сколочу. Мы там на крыше играли. Потом в Северно-Донецке появился свой рок-клуб. В рок-клубе мы там зажигали, в общем, с ребятами. Рок, такой русский рок играли. Это был 94-й год. Я вернулся из Тюменской области. Там был на заработках. Съездил со студенческим отрядом, поработал. И говорю отцу своему, что есть какая-то тяга. Я понять не могу. Вот что-то душа просит, что-то такого хочется сделать. Что-то такое. Творчество хотелось. Как выяснилось. А в это время как раз открылся в Северно-Донецке театр. На тот момент муниципальный, городской театр. Вот. И мне те сказал, говорит, и вот по радио услышал объявление. Сходи, прослушайся. Может, что-то возьму. Ну, у меня не было ни образования. Я понятия не имел, кто такой Станиславский, Немирович, Данченко. Театр не любил, хотя меня родители таскали за собой. Там у нас был народный театр. Я на все это дело смотрел. Я не понимал. Для меня было жутко скучно и неинтересно. Вот. Но этот театр был какой-то другой. Северно-Донецкий. Он чем-то зацепил. Вот. И держал очень долго. И, в принципе, Александр Николаевич был мой первый режиссер. Он был и учителем моим. Мы вместе проработали где-то, наверное, лет шесть. А сюда я приехал в 2000-м. Да. Сложилось так, что Александр Николаевич Маля, опять-таки, он здесь ставил спектакль «Оргия» по «Лесе украинке». И он вписал свой персонаж, немножечко переработал пьесу. И я здесь играл уже Дианиса. Бога Дианиса. И меня сюда пригласили. Марк Матвеевич меня позвал. Он долго думал. Моя фотография долго лежала у него на столе. Вот. Но в один прекрасный день он позвонил мне домой. Мама моя не поверила. Она сказала, что вы рассказываете, какой театр донецкий вы разыгрываете и тому подобное. Но все оказалось правдой. Меня сюда пригласили. И вот как бы так все и началось. Что там еще трамок? Есть одно место. Да? Но только там не пьющий нужен. А я же пьющий. А что нет? Ну вот морда. Морда с утра красная. Какие дяди-то пиццы. Да у меня все это кожа такой, пигмент. Понял? С таким пигментом я ни на одну работу не возьму. Вот ты. Вот ты. Меня, да меня на песок им вина звали. Ну и чего не пошел. Никита Иванович, я. Лодочник. У меня там была главная роль. Она и есть. Я играю сторожа. Такого человека, который, наверное, запутался, заблудился как-то по жизни. Опустился. Да, он там попил водочки неплохо. Ну, это, я не знаю, это всем близко. Периодически случается, происходит, когда теряешь жизненные ориентиры. И, не знаю, это в какое-то, может, какое-то разочарование приходит в чем-то. Может, это какой-то жизненный этап. Но это тоже опыт, с другой стороны. Это становится нашим жизненным опытом при условии, если мы не будем наступать снова на одни и те же грабли. Мэри Поппинс, роль Джорджа Бэнкса. Я там уже играл папу. Такие возрастные роли, ну, я уж и сам как бы не совсем юный и молодой человек. Ну, то есть молодой, но не юный. Вот, уже с некоторым опытом за спиной, за плечами. Спектакль музыкальный. Здесь мне пришлось петь. Хотя, ну, я не считал себя поющим человеком, но вдруг почему-то со мной поработали. И как-то так все у нас получилось. С Василием Анатольевичем мы нашли общий язык. С самого лодочника мы находим общий язык. Вот, и мы сейчас работаем с ним над новой постановкой. Это игроки по Гоголю. Здесь роль тоже у меня немаленькая. Это Степан Иванович Утешительный. Такой вот режиссер. Режиссер такого спектакля обмана. Ну что, Гусар, вот и отвага, влага, удар и натиск. Ну что, господа, заоружу-ка я вам пальчик, так и быть тысячки в две. Стак, Гусар. Немец, что, рот остался? Стак, давай. Немец проиграл, итальянец тоже, а Гусар выиграл. В Дишневом саду у меня эпизодическая роль. Это Семенов Пищик. Но, как говорил Станиславский, не бывает маленьких ролей. Я к ней отнесся точно так, как и к своим большим ролям. Станиславский говорил, позвольте любому артисту сыграть большую роль, вы увидите, что к маленьким ролям, к небольшим эпизодам, к небольшим ролям актер будет относиться столь же трепетно и с тем же усердием. Поэтому я так же люблю и своего Семенова Пищика в Вишневом саду нашем. Мне заплатили, а там, гляди, еще что-нибудь случится не сегодня, не завтра. Что-нибудь случится? Двести тысяч! Дашенька выиграет. У нее билет есть. Кофе выпить. Можно на покой. Режиссер приезжал к нам из России, из Липецка. Это Сергей Александрович Бобровский. Я, честно говоря, не видел себя Семеновым Пищиком. Но Сергей Александрович побывал на лодочнике. И потом он мне приоткрыл тайну. Ему стало интересно, как сделаю я эту роль после лодочника, после такой большой работы, что я смогу сделать в Семенове Пищике. И я думаю, что этот эксперимент удался. В конечном итоге самая главная наша роль – это сыграть себя. И не сыграть, прожить. Для меня сейчас театр стал всем. Жизнью, семьей. Второй, наверное, семьей. Моя жена иногда, очень часто. Ревнует в профессии, говорит, что для тебя в первую очередь это театр. Я уже там где-то на втором, на третьем плане. Ну, на самом деле это не так. Ну, я не знаю, как можно любить больше или меньше свою жену, своего ребенка, или там свою кошку, или театр. Ну, это все является частью моей жизни. Поэтому, ну, не знаю, у меня такое большое сердце, как у быка. Поэтому я люблю все. И всех своих близких. Может быть, не так часто я могу уделять внимание, действительно, и своей дочери, которая вот семь месяцев назад родила мне внука. И внука я вижу редко. Ну, это хочется тоже и встретиться, и поиграться, и побаловаться с ним. Ну, и когда это получается, это получается ярко, хорошо и эмоционально. Это все культурные события, о которых мне сегодня хотелось поделиться с вами. Начинайте каждый день с хороших мыслей. Создавайте счастье в своей голове. И тогда оно обязательно станет реальностью. Увидимся в следующую субботу на телеканале «Оплот-2» в программе «Арт-коктейль». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!